Ребята, всем приветики! Привет, привет! Не обращайте внимания на мой вид. Я опухшая, я наревелась, прощались со всеми. И папа приезжал, и соседи в окна махали. И даже сейчас слезы. Как-то все так душевно получилось. Мы едем уже, ребята, где-то полтора часа. Так, выехали сегодня маленечко подольше, поспали, потому что так и получилось, как мы думали, так и получилось. В общем, с этим водителем, с которым мы первый раз загрузили машину. Кстати, Леруська там у нас лежит, ее не видно на заднем сиденье. Жанну только вы видите. На руках у меня еще Елизавета лежит, а там в багажнике Жанна, Вика и Сергей. Сергей сейчас больно мяукал долго, сейчас затих, спит, наверное. Вот, мы вчера загрузили машину уже в обед. Ту машину, которую я вам снимала, показывала. И мы ее разгрузили обратно, потому что у нас машина приехала... С места тронуться не мог. Да, почему? Какой там нюанс-то был, Вова? У него с движком. Убери вот этот, у тебя не видно. С двигателем проблема была. Приехал с неисправным двигателем, человек грузить мебель. Три поршня, ну, три поршня у него рабочие, один не работал, короче. Но с места тронуться не мог. Вова маленечко у нас подшепелявливает, не обращайте внимания. Вова сделал зубы и маленько еще привыкает. Вот, поэтому плохо, маленько говорю. Лера смеется. Вот, здесь у меня Лиза на ручках сидит. Успокоилась, на руки ко мне залезла и вроде спокойно себя ведет. Вот, еду без ремня, пока безопасности, потому что сейчас ищем, где остановиться, чтобы сходить в туалет, Леру водички попоить. И здесь вот лесной массив, я отстегнулась. Сейчас будем останавливаться, с вами поговорим и остановимся. Так что вот, заказали другую газель. Приехала такая же точно газель, но она как бы до двух с половиной тонн спокойно везет. Мы загрузили, у нас эта газель спокойно стронулась и поехала. Вчера она выехала где-то в десятом числу, полдесятого вечера. Я думаю, в Уфу. Да. Заночевал. Наверное, в Уфу в Уфе заночевал, может быть, в Уфу проехал. Ну, мы думаем, что мы сегодня дорогой это его, наверное, догоним. Будем загадывать. Да, не будем, конечно, загадывать. Асфальт вроде хороший, ну, дорога неплохая, поэтому едем. Солнышко светит, небо голубое. Сегодня у нас сейчас, о, смотри, минус двадцать шесть, только что было минус тридцать два, сейчас уже минус двадцать шесть. Еще раз прошу прощения за свой внешний вид. Я сама себя пугаюсь, когда на камеру смотрю. Да, она плакала. Я и сегодня плакала, и до сих пор, и вчера не думала, что так будет. Сложно как-то. Не сложно. От дома уезжать не сложно. Сложно было с папой проститься. Соседи сегодня еще все машут в окна. Ну, все по окнам, короче. Вся улица, надо было видеть это. Сложно. Ну, я думаю, переезд это... Ну, иначе никак, наверное, не бывает, потому что все-таки на этом месте мы прожили не один год. Поэтому к людям ко всем привыкли. К нам все привыкли. Соседи у нас все замечательные. Лера тоже умничает. Ну, Лера слышит меня. И Лера заревела. Все, доча, я больше не плачу, доча. Все, я не плачу больше. Музыка. 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 заправку леруська лежит жанка что-то стоит или заветка там у нас тоже где-то в багажнике серый залез куда-то под сиденье не знаю где то вылезет то залезет вот у нас осталось где-то километров наверно 200 до самары едем потихонечку тут такое солнце вообще прям хорошо машину греет прям солнце вот это и я даже в футболке разделась лера тоже футболки лежит под пледиком я прям футболки еду потому что греет солнце так что едем потихонечку сейчас чуть-чуть подальше проедем остановимся и погуляем с собачками мужа один раз гуляли с ними останавливались бекуська сходила жанка не сходила покушать купить еще мы еще заезжали в кафе покупали борщ на вынос покушали горяченького борщика да вот но время у нас четвертый час еще не он вон несет мне кофе ой спасибо кофеечек сейчас буду пить чё за кофе он мне интересно купил сейчас буду пить кофе класс вообще доехали до кафе райса называется вова пошел посмотреть что-нибудь покушать мы проголодались время 5 час уже ужинать пора мы сегодня обедали рано вот сейчас что-нибудь купит принесет будем кушать машине сейчас накормим животных и погуляем заодно здесь территория такая ну рядом с кафе большая тут фуры везде стоят лера так у нас и не спала но я все ее укладывала группа спи маленько в дороге она не в какую маленькой это было ездили на море она постоянно спала сейчас нет чё жанулька сейчас покушаем и гулять пойдем остановились погулять нет и здесь нету лизы оба давай викуся пойдем пойдем гуляйте далеко то не уходи эй куда пошла старушонка жан давай тоже что-то не писишь целый день целый день выходим гуляем викуська ходит а она нет куда куда вика вика стой да ты иди обратно бежит еще как молодая не угонишься за ней стой стой викуся все все вика давай пойдем да куда ты а еще села ну чё жануля никак она у нас не сходит в туалет никак вот уже какую остановку делаем хотя бы просто погулять потому что она устала уже слежалась то встанет то сядет то лягет и и никак давай жанулька садись сколько сейчас еще здесь он даже туалет есть беседка какая-то давай давай присаживайся уже чё ходишь-то нюхается нюхается никак не присядет холодно здесь еще в самаре минус 22 мороз холодно здесь еще раз Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро всем, мы приехали в кафе, сейчас Леруся у нас тут в машине сидит, машина теплая, мы на две минуточки забежали, заехали в такой кафе, трактир, гостиный двор, сейчас нам там готовят еду. Жанночка, Жанночка сидит у нас в багажнике, тут Викуся на одеялах сидит, а тут Леруся на подушечке лежит. Вова у нас пошел за едой, 10 минут прошло, окна все замерзли, сегодня в Краснодаре погода плюс 5, ну пасмурно, у нас сейчас пока минус 19. Мы еще в дороге, нам еще ехать где-то километ, ну 600, наверное, километров где-то ехать. Сейчас попоили животных, купили им воду без газа обычную, попоили, да, Жанулька? Молодцы, они у нас ведут себя просто идеально, они просто умнички. Мы вчера давали кошкам успокаивающие капли, Сергей у нас сегодня в лоток сходил, там на полике стоял лоток с песком, правда здесь видите все в шерсти. Вот, и он сходил, Лиза так и ни разу не ходила в туалет, Жанна сегодня с утра первый раз сходила в туалет, хотя мы уже едем сутки, первый раз сходила, да. Да, Лизка ни разу не ходила в туалет, и Сергей молодец, Сергей сейчас опять под сиденьем, там печка, и он там все время сидит. Так в машине очень тепло, едем вот так вот в футболочках, Лера в футболке, я в футболке, нормально. У меня чешется глаз второй день, не знаю, что такое, то ли от дороги устал, то ли что, вот прям не могу, глаз чешется, прям уголочек. Начинаешь чесать, еще сильнее чешется. Вот я тоже, видите, в футболке еду. Ой, устали, конечно, сегодня Вова у меня вообще не спал всю ночь. Ехали я ехала, он мне помогал, потому что я ночью очень плохо, ну, еду от того, что фуры едут, слепят, и я целый день ехала, и все-таки глаза устают, и еще потом ночью смотреть на дорогу для меня это всегда сложно. В темноте для меня езда, это очень, ну, сложно. Я днем могу ехать хоть сколько, но ночью все, как только темнеет, я сразу теряюсь, и фары меня слепят, и я ехать могу там 50 километров в час больше, мне как-то уже страшно становится. Вон Вова несет чай, и мы сегодня вот так вот всю ночь ехали, потихонечку не спали, но зато мы проехали далеко. У нас две ночи не получится, сегодня мы уже приедем в Краснодар. Ребята, мы наконец-то приехали, загнали машину, нас встретил наш застройщик Роман, Вова с ним пошел туда, ну, посмотреть там, все, чтобы нам объяснили, все как, что. Вот, отопление там включено, в доме сказали, очень тепло, хорошо. Ну, в Краснодаре сейчас погода нулевая, а вот, ну, вот видите, снег лежит даже. Вот, сейчас Вова сходит, я тут-то с Леруськой в машине, с собаками, с кошками. В общем, сейчас все покажет, и надо будет занести сразу, надуть матрас, потому что нам даже Леру некуда посадить. Сейчас зайдем в дом, я расскажу тут, какие у нас неприятности опять случились. В общем, жду, мы все переживали, что здесь света не будет, свет вижу, есть, и на втором этаже лампочки горят, и на первом, слава богу. Так что сейчас будем, ребят, заходить, заехали вон в пятерочку, набрали продукты в полный пакет. Ну, вот, и это. Сейчас зайдем, все вам расскажу, все покажу. Ребята, всем приветики, мы уже в доме. Лера лежит у нас на надувном матрасе, у нас тут такой стол из коробки. Здесь у нас Вова ходит, обходит владение. Сейчас я вам покажу наш домик, мы такие уставшие, вы просто себе не представляете. У меня, посмотрите, волосы. За сутки доехали. За сутки с небольшим мы доехали, но я сегодня уже рассказывала, что мы не спали. Вот, сейчас просто вообще варимся с ног, сейчас маленечко. Ну, мы уже как бы обустроились, у нас больше ничего нет. Сегодня хотела же опять вам рассказать, что у нас машина, которая поехала с вещами, она сломалась. И, короче, она уже два дня, второй день просто стоит. Вот, у нас первая машина, не повезло, которую вы видели в ролике. Под городом Симом. Да, под Симом. Это недалеко от нас, ну, конечно, далеко от Краснодара, от нас, наоборот, недалеко. Вот, значит, та машина, которая у нас грузилась в первый раз, она не смогла тронуться, когда мы загрузили машину, она просто не смогла. Мы ее, кстати, сегодня встретили. Да, он сломался. Он сломался под Ростовом, короче, не доезжая Ростова, и прямо вот так вот дверь, ну, это, окно открыл, короче, руку выставил с этим стросом. Чтобы его потянули. Ну, это, чтобы, ну, кто-то его подобрал, короче. Но порожняком шел, как бы, пустой. В общем, вот эта транспортная компания, она нам предложила вот такие некачественные машины. В первый раз он сломался, он даже тронуться, вернее, не смог. Я вообще не представляю, если бы он поехал с вещами вообще, чтобы было, он бы не уехал. Ну, он, во-первых, приехал на неисправный машинник, как потом уже оказалось, вместо четырех цилиндров. Ну, это для мужчин, да, кто смотрит наш канал, поймут. Женщины-то, наверное, нет, я тоже до этого не понимала. Вот, а то, что на трех цилиндрах приехала машина и могла загрузить только не больше полторы тонны. Приехал еще из Краснодара. Да, он еще из Краснодара, представляется. Приехал груз на трех цилиндрах, не пожалел двигатель. И, как бы, хотел увезти, заработать еще и оттуда. Ну, короче... Короче, ничего не заработал, еще и сломался. Вот. И сейчас наша машина, которая у нас благополучно уехала... Вся бестолковость, короче, ему вылезла богом. Угу, вообще, чем только человек думал, я вообще не понимаю. У нас, кстати, по огороду бегает какая-то чужая собачка. У нас там щели, ну, это я вам завтра уже покажу. Это и Вова сейчас увидела, говорит, это бегает собачка. Вот. Так что сейчас маленечко покажу вам дом. Здесь у нас все устелено коробочками, ламинат постелен, все, но устелено, чтобы не топтаться. Потому что мы зашли сначала в обуви, пока вещи заносили. Собаки, считай, у нас ходят. Сейчас перед сном еще их выгулим. Собаки, кстати, сразу очень хорошо адаптировались. Там Лерушка лежит, балдеет. Сейчас заварили, купили. Заехали в пятерочку, этот, в баночке гороховый суп с гренками. И Лера выбрала лапшичку. Ну, вот, покушали, потому что, ребята, мы не можем сейчас ничего не сварить, не приготовить. У нас только один чайник, вот он стоит, вся посуда, плита, ну, полностью все у нас вот в этой машине, которая должна приехать уже завтра, была где-то к обеду. Представляете, он еще даже не выехал. Мы вообще не знаем, как мы теперь будем. На одном матрасе у нас больше ничего нет, и мы очень сильно за это переживаем. Вот. Вообще непонятно, что и как, и у Вовы вообще какие-то недоверия почему-то. Ну, в общем, в общем, вот так вот. Так, значит, покажу вам маленько дом. Так, ну, как вы уже поняли, кто смотрел до этого наши ролики, это у нас гостиная совмещена с кухней. Вот. Там у нас собачки постелили. Вот. Вот так вот. Вот такие вот большие окошечки. Значит, здесь санузел. Вот нам поставили унитаз, мы заказали в Леруа Мерлен. Вот такая вот плитка. Натяжные потолки. Потолки высокие. Вообще просто крутяк. У нас, если в доме были потолки 2,30, то здесь 3,20. В общем, высокие очень потолки. Так, здесь на полу тоже плиточка. Здесь теплые полы. У нас полностью по всему периметру. Здесь на кухне. Здесь ванна. Тоже теплые полы. Здесь тоже на стенах белая плитка. На полу вот такая вот плиточка. Здесь место под ванну. Ванны нет. Она тоже у нас едет с водителем. Вот здесь нету пока. Викуся скурит, наверное, на улицу хочет. Сейчас Вова зайдет. Так, завтра поедем покупать розетки. Здесь можно вот так вот, если хочешь, включить свет. Вот здесь надо делать вот таким образом. Ой, я боюсь, если честно. В общем, здесь надо вот так вот прикоснуть. И вот такие люстры здесь везде повешены. Огромное окно. Вот это еще одна комнатка. Вот такая батарея здесь здоровая стоит. Эта комната у нас выходит. Батарея горячая. Хорошая ван Вова ходит. Эта комната у нас выходит как раз на, ну, перед дома. На фасад. Вон, Жанна увидела Вову. Так, здесь мы хотим сделать гардеробную. Здесь у нас маленькая комнатка. Ну, как маленькая? Ну, маленькая, да. Маленькая, где-то здесь, по-моему, 10 квадратов. Сейчас я тоже включу свет. Вот. Здесь тоже вот такая вот люстра обыкновенная. И вот такое вот окошечко. Вот здесь 10 квадратов. Тоже хорошая большая батарея. Очень горячая. Вот видите, здесь соседские дома. Вот напротив тоже хорошие дома новостроечки. Здесь у нас машинка стоит. Вот. Пойдемте дальше. Покажу. Вов, Викуся писать хочет. Выведи ее на улицу. Так, здесь у нас вот такая вот лестница. Ребят, нам сделали очень уютно. Он где-то в углу лежит. Вот такая вот лесенка на второй этаж. Здесь тоже везде натяжные потолки. Светильники. Лиза у нас, кстати, на втором этаже. Вон туда поставили им горшок. Серый вообще молодец. Сергей у нас вообще молодец. Он у нас и на улице. Ой, в машине в этот горшочек писал. И сейчас приехал уже, сходил, понюхался. В общем, прямо умный котик. Так. Блин, на второй этаж мы пойдем. А там нету света. Я не умею еще включать. А, ну, включи. Там еще как-то в рубильнике все включать. Дверей нету. Вот. Надо будет устанавливать, делать все. Так, вот. Появился свет. Поднимаемся на второй этаж. Здесь вот такие вот панели. По бокам. Здесь все под чистовую отделку. Сделано под обои. Там или под панели. Здесь тоже везде постелен ламинат. Такой вот коридорчик. Здесь Елизаветик сидит. Эта комната будет наша. Основная. Вот. Здесь тоже такая вот батарея. Здоровая, горячая. Тепло. Вот я в футболочке хожу. Как вы можете увидеть. В доме тепло. Хорошо. Здесь везде по периметру люстр нету. Точечные светильники. Но здесь люстры и не подойдут. Потому что потолки низкие. Мансардный. Второй этаж. Вот. Здесь кого-то заманиваешь сюда. Жанку. Жануля. Ой, боится. На полусогнутых поднимается Жанка. Как спускаться здесь? Ну не знаю. Не зови тогда ее сюда. Ну зачем? Смотря на боится. Жанну не надо. Нельзя. Нельзя. Она потом не спустится. И вот эта комната. Это Миленина будет комната. Здесь тоже точечные светильники. Наверное. Почему? Мы же хотели, чтобы у нас... Нет. Мы же хотели, чтобы у нас окно смотрело на двор. А Миленкин на огород. У нас там и машина. У нас на двор. Вот это окно. Это не на двор, а на огород. Как это на огород? Ну это на огород. Ты что путаешь? Это на огород два окошка. А одно туда. Да все, все. Мы спускаемся. Жанн. Спускаемся, мой хороший. Ты что скулишь-то? Все. Дом на отоплении. Прогреется. Будет хорошо. Дом, конечно, новостроющийся. Еще трогаешь стены. Стены, конечно, такие холодноватенькие. Ну, это надо было предполагать, ожидать дом, постройка. Только недавно построился, поэтому вот такая вот дверь входная. Вот здесь вот рубильник. Комнаты отключать пока вот нет у нас этих резеток. Дверка вот такая вот обычная. Ну, дверка такая дешевая. Ну, пойдет все нормально. Так что, вот, все у нас тут валяется везде по всем углам. Не знаем, что куда сложить. Сергей все прячется, лысый. То ли мерзнет, то ли что. Я там ему уже постелила под батарею, чтобы ему тепло было. Жанна, ну-ка нельзя, уходи. Ну, вот. Сережа все к Лере поближе. Так, сегодня буду с вами прощаться. Мы очень устали. Сейчас покушали. Показала вам дом. Сейчас будем готовиться ко сну, потому что мы сегодня всю ночь не спали. Мы очень уставшие. Хотим выспаться завтра. Хотим съездить в магазин, посмотреть резетки, выключатель его будет делать. Так что, увидимся с вами уже завтра. Всем хорошего настроения. Спасибо, что переживаете за нас. Что смотрите. Увидимся с вами завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok